александр сергеевич пушкин пиковая дама глава 5 в эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон в она была вся в белом и сказала мне здравствуйте господин советник шведенбург три дня после роковой ночи в девять часов утра герман отправился в монастырь где должны были отпевать тело усопшей графини не чувствуя раскаяние он не мог однако совершенно заглушить голос совести твердивший ему ты убийца старухи имея мало истинные веры он имел множество предрассудков он верил что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь и решился явиться на ее похороны чтобы и спросить у нее прощения церковь была полна герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином усопшая лежала в нем с руками сложенными на груди в кружевном чипце и белом атласном платье кругом стояли ее домашние слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках родственники в глубоком трауре дети внуки и правнуки никто не плакал слезы были бы притворством графиня так была стара что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее как на отжившую молодой архиерей произнес надгробное слово в простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы которой долгие годы были тихим умилительным приготовлением к христианской кончине ангел смерти обрел ее бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного служба совершилась с печальным приличием родственники первые пошли прощаться с телом потом двинулись и многочисленные гости приехавшие поклониться той которая так давно была участницей в их суетных увеселениях после них и все домашние наконец приблизилась старая барская барыня ровесница покойницы две молодые девушки вели ее под руки она не в силах была поклониться до земли и одна пролила несколько слез поцеловав холодную руку госпожи своей после нее герман решился подойти к огробу он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу усыпанном ельником наконец приподнялся бледен как сама покойница взошел на ступени катафалка и наклонился в эту минуту показалось ему что мертвая насмешливо взглянула на него прищуривая одним глазом герман поспешно подавшись назад оступился и навзнич грянулся обзи его подняли в то же самое время лизавету ивановну вынесли в обмороке на паперть этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда между посетителями поднялся глухой ропот а худощавый камергер близкий родственник покойницы шепнул на ухо стоящему подлиннего англичанину что молодой офицер ее побочный сын на что англичанин отвечал холодно а у целый день герман был чрезвычайно расстроен обедая в уединенном трактире он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение но вино еще более горячило его воображение возвратясь домой он бросился не раздеваясь на кровать и крепко заснул он проснулся уже ночью луна озаряла его комнату он взглянул на часы было без четверти три сон у него прошел он сел на кровать и думал о похоронах старой графини в это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко этот час отошел герман не обратил на то никакого внимания через минуту услышал он что отпирали дверь в передней комнате герман думал что деньщик его пьяный по своему обыкновению возвращался с ночной прогулки но он услышал незнакомую походку кто-то ходил тихо шаркая туфлями дверь отворилась вошла женщина в белом платье герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился что могло привести ее в такую пору но белая женщина скользнув очутилась вдруг перед ним я пришла к тебе против своей воли но мне велено исполнить твою просьбу тройка семерка и туз выиграют тебе сряду но с тем чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл прощаю тебе мою смерть с тем чтоб ты женился на моей воспитанницы лизавете ивановне с этим словом она тихо повернулась пошла к дверям и скрылась шаркая туфлями герман слышал как хлопнула дверь в сенях и увидел что кто-то опять поглядел к нему в окошко герман долго не мог опомниться он вышел в другую комнату деньщик его спал на полу герман на силу его добудился деньщик был пьян по обыкновению от него нельзя было добиться никакого толку дверь все не было заперта герман возвратился в свою комнату засветил свечку и записал свое видение александр сергеевич пушкин пиковая дама ааа